Выставка «Узорная роспись» открылась накануне в Центре декоративно-прикладного творчества в Наринмаре. Это мероприятие стало первым в программе традиционного фестиваля народного творчества «Аргиш Надежды». Фестиваль проходит раз в два года. Подробнее о том, какие экспонаты представлены на выставке, в материале нашего корреспондента. Паницы, малицы, тучейки, ненецкие сувениры и украшения. Участницы народного клуба «Молни» и другие мастера традиционной культуры народов Севера представили на выставку настоящие шедевры прикладного искусства. Одна из старейших мастериц «Аргиша Надежда» Анастасия Помолева была участником еще первого фестиваля. На этот раз на выставку представила фрагменты традиционных ненецких орнаментов. Сейчас мне уже стало трудно. Я, поскольку живу в искателях, а раньше жила в поселке Нельминос, там легче было достать материал. Материал теперь не достать. Надо такой гладкий материал, летний, а так пушистый, большую шкору-то, ничего ведь не будешь из нее делать. Среди экспонатов – настоящая жемчужина декоративно-прикладного творчества. Этого оленя из дерева сделал молодой мастер Иван Апицын. А мастерица Елена Конюкова сплела пояса обереги. Такими подпоясывали паницы. Эти пояса раньше плели женщины, русские в деревнях, и немцы их обменивали. Либо на что-то, на мясо, на шкуры, или что-то еще в поясах женские. Они сделаны из шерстяных ниток, и тоже они как обереги. Выставка «Узорная роспись» не случайно стала первым мероприятием фестиваля «Аргиш надежды». В этом году он посвящен культуре финно-угорского мира. Орнамент – это хранитель кода генного, национального. И, конечно, любой узор, любой знак, который вы используете в своих изделиях, он обязательно несет информацию, которую придумали и законсервировали в этом маленьком обозначении. Не мы сами, а те люди, которые жили когда-то до нас. Марина Сморовоз, начальник управления культуры, поздравила собравшихся с открытием фестиваля и вручила заслуженные награды мастерам – Елене Чудиновой и Людмиле Кустышевой – за вклад в развитие и сохранение культуры округа. Кстати, Людмила Кустышева на эту выставку представила свою раритетную работу – тучейку, которая сшила под руководством бабушки еще в пятом классе. Я вас поздравляю с началом, с таким прекрасным началом этого мероприятия. Как говорится, как начнешь, так и продолжишь. Поэтому сегодня мероприятие великолепное. Кроме того, мастеров прикладного искусства отметили благодарственными письмами от этнокультурного центра. Добавим, познакомиться с экспонатами выставки можно в Центре декоративно-прикладного творчества. Выставка продлится до 16 ноября. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».